МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Текущая неделя ознаменовалась ободряющими визитами высоких гостей. Во вторник в Кишинев с краткосрочным визитом прибыла верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Она похвалила Молдову за реформы и объявила, что Европейский Союз является самой, что ни на есть, реальной перспективой для нашей страны. Маранесса заверила, что Евросоюз уже думает о совместной работе с Молдовой после саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Власти обещали сделать все возможное, дабы достойно продержаться до столь важного события. Накануне в Кишиневе открылся третий саммит Европейской народной партии, членом которой является ЛДПМ. По приглашению лидера либерал-демократов Влада Филата в столицу прибыли сам председатель ГНП Вильфред Мартенс, президент Армении Серж Сарксян, возглавляющий в своей стране республиканскую партию, и президент Грузии Михаил Саакашвили, председатель партии «Единое национальное движение». Грузинского лидера Кишинев встретил протестами у Дворца Республики, где проходил саммит, и где было отменено ради такого случая заседание парламента, представители левых внесистемных партий развернули плакаты с лозунгами «Саакашвили покорный слуга США и НАТО. Давай, до свидания». Скандировали «Позор» и «Саакашвили на нары». Глава Грузии удостоил протестующих улыбкой. В ходе встреч по партийной линии с участием председателя ЛДПМ Влада Филата и премьер-министра Юрия Лянко речь шла все о том же вильнюсском саммите и европейском будущем Молдовы. Эта же тема поднималась и в ходе беседы гостей с президентом Николаем Тимофти. Глава ЕНП Мартенс заверил в том, что осенний саммит будет успешным для нашей страны. Еще один представитель ЕНП, президент Румынии Троян Басеску вторит своим коллегам. В одном из последних интервью он заявил, что на саммите в Вильнюсе Молдова парафирует соглашение об ассоциации, а в течение нескольких лет приступит и к переговорам о присоединении к Евросоюзу. Между тем, до сих пор остается под вопросом повестка дня переговоров по преднестровскому регулированию в формате 5 плюс 2. Запланированная встреча премьер-министра Молдовы Юрия Лянко и лидера Приднестровья Евгения Шевчука была отложена на неопределенный срок. В преддверии очередного раунда, который пройдет 15-17 июля в Вене, в Молдову прибыли дипломаты от России, Украины и ОБСЕ. Однако им не удалось приблизить Кишинев и Тирасполь к четкому видению предмета разговора в австрийской столице. Как не удалось обсудить и ситуацию в зоне безопасности. Тирасполь подтвердил свои опасения относительно законопроекта о появлении на Днестре миграционных постов. Кишинев же критикует закон о государственной границе ПМР. Сошлись на обсуждении в Вене социально-экономических вопросов. Молдова ожидает скорая реформа прокуратуры. До 15 августа должна быть представлена соответствующая концепция, разработанная при участии Министерства юстиции и экспертов. Генпрокурор Корнелий Угуриный, глава Минюста Олег Ефрим заявили на совместном брифинге, что таким образом дан принципиально новый импульс реформе, решающий этап которой уже начался. Сегодняшнее заседание парламента Молдовы – последнее официальное предотпускное мероприятие народных избранников. Получив отпускные в размере 30 тысяч леев, депутаты отправятся на заслуженный летний отдых. По молдавской традиции последний парламентский день был особенно насыщенным. Депутаты от КПП в спешке приняли множество законов, чем вызвали очередное недовольство ПКРМ и ЛП. Дирк Шубель покинул пост главы делегации ЕС в Молдове. Окончание своего мандата, длившегося с 2009 года, он отметил приемом, организованным в посольстве Румынии в Кишиневе. Место Шубеля займет финский дипломат Пирко Тапиола. Ну что ж, мы снова в студии. Начнем с визита Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтри Нэштон и ее уверенности в успехе Молдовы после саммита ЕС. Господин Чеботаров, в чем будет выражаться этот самый успех после саммита в ВИС? В качественном изменении нашей жизни. Это в принципе цель. Это достаточно серьезные меры, которые будут приниматься и осуществляться. Вне зависимости от того, какое будет в следующем правительстве, им придется осуществлять эти меры. Прежде всего, по тем условиям ассоциативности членства, которым Республика Молдова после подписания этого договора получит новое качество. Мне не хочется сейчас входить во все эти детали конкретные, потому что это громадный объем. Мы выйдем на качество новой отношения с Евросоюзом. Нет, это безусловно, это само по себе понятно. Вся цель и вся суть для того, чтобы изменить жизнь в Республике Молдова. Это прежде всего преследуется. Для того, чтобы мы добились того уровня жизни, который существует в странах Европейского Союза. И это достаточно серьезная основа для изменения экономики, для изменения экономического режима. Совершенно справедливо некоторые критикуют это, исходя из того, что определенный образ введения экономики в Республике Молдова, безусловно, отомрет. Безусловно, будут неконкурентоспособны те, которые не смогут осваивать новые технологии, новые стандарты. Но, с другой стороны, Республика Молдова имеет реальный, абсолютно шанс оторваться и выйти в числе стран, которых уровень жизни соответствует определенному в Евросоюзе уровню. И прежде всего надо отметить, что пока из всех стран, которые вступили в Евросоюз, нет страны, которая бы не преодолела бы этот барьер и не встала бы в ряд этих развитых стран. Вот это цель. Господин Голя, что Молдове стало предельно ясно после визита баронессы Эштон? Предельно ясно ничего не стало и не может стать, потому что Молдова потеряла полгода на бесполезный политический кризис, который был достаточно искусственным. Все усилия были сосредоточены на его преодолении, потеряли полгода времени. И сейчас, честно говоря, непонятно, на что рассчитывать. Поэтому предельной ясности нет. Вообще никакой ясности нет. Нет ясности даже, сколько будет это правительство, сколько оно продержится. До Вильнюса, после Вильнюса, до очередных выборов или все-таки будут досрочные. Потому что оппозиция расшатывает ситуацию, добивается по-прежнему досрочных выборов, хотя уже практически не осталось времени для досрочных. Поэтому ясности нет. Ясность есть только в том, что нужно наверстывать упущенное, выполнять взятые на себя обязательства перед Евросоюзом, но и перед гражданами страны, выполнять данные обещания в избирательной кампании и после того, и при формировании нового правительства, и при утверждении новой программы, нового правительства, которое является продолжением старой программы. Поэтому работы «Непочатый край» пока что. Ну, что будет в Вильнюсе? Ну, понятно, будут парафированные соглашения об ассоциации с перспективой подписания, наверное, в сентябре 2014 года. Какое-то заявление, если будет призыв к странам Евросоюза способствовать либерализации везового режима, тоже будет хорошо. Будет парафирование, ну, тоже неплохо. Соглашение о свободной торговле. Соглашение о свободной торговле является частью соглашения об ассоциации. Ну, а это уже будет... Поэтому пока что правительству предстоит работать, чтобы выполнить то, что обещало гражданам. Спасибо. Господин Осталев, работать, работать и еще раз работать. Да, именно так. На осени буквально осталось пару месяцев. В смысле, месяц остался с половиной. Ну, и дальше уже в ноябре саммита. С чем мы приходим и в итоге что нас ждет? Господин Голя сказал, что крайне сложно сказать, какова ситуация будет в Молдове. Ну, саммит 29 ноября, поэтому есть 4 месяца еще. Это достаточно времени. Вы считаете, что 4 года было недостаточно, 4 месяца самое оно? За 4 года, честно говоря, ничего не было сделано. То, что было сделано, это совсем последнее время. У нас осталось 4 месяца, Господин Голя, я к этому. Целый год нам рассказывали про Вильнюс, а на следующий день после Вильнюса скажут, что следующая цель уже подписания этих документов. Будем строить даже дальше европейское будущее таким же ритмом, как до сих пор. Но на самом деле не будет ничего, что исчезнет преднестровская проблема, экономическое развитие сразу начнется на основе чего? Что наступит сразу на второй день после Вильнюса? Господин Чебатару говорит о качественно новом скачке. Нет, правильно. Ну, сразу, конечно, ничего. Это будет достаточно... Я сказал, предстоит работать. Вы спросили конкретно после Вильнюса. Я отвечаю конкретно после Вильнюса, что ничего не будет. Это в лучшем случае они останутся еще на несколько месяцев у власти. Хотя я сильно сомневаюсь. Господин Андреевский? Ну, я согласен с коллегой, что более того, не только ничего не будет, а начнется спад. Потому что у людей есть какие-то ожидания, что вот Вильнюс, Вильнюс порешает все наши проблемы. Потому что не знаю, какие ожидания есть у людей, а ожидания есть у наших политиков. Да, после... На самом деле, Вильнюс, и то, что будет после Вильнюса, это электоральное такое будет. В Вильнюсе профируют. В ноябре будут 2014 года готовить новые выборы. Перед новыми выборами, как сказала Анатолий... Почему в ноябре 2014 года? Ну, так я думаю, потому что... Ну, это невозможно. Побояться... С парламентом примет решение. Побояться уйти в зиму, чтобы в 2015 году после зимы проводить выборы. Так и надо. Это невозможно, Виталий Александрович, потому что... Парламент не может быть распущен в последние 6 месяцев мандата. Начиная с июня 2014 года досрочные выборы невозможно, потому что мандат истекает 30 декабря. Парламент может принять решение. Сам парламент может распустить. Сам парламент сам может распустить. В нарушении Конституции? Да, это невозможно. По закону невозможно. По закону невозможно. В нашей стране все возможно. Если бы мы избирали президента... В вашей стране может быть возможно, а я считаю, что... Я стараюсь соблюдать законы. Сомневаюсь. Я даже исключаю, что выборы будут одновременно с выборами президента. Так вот, вот эти электоральные будут как бы запихнуты на сентябрь, чтобы выйти на выборы. Но изменений, и вот то, что у вас написано необратимый процесс, нет никакого необратимого процесса, потому что самого процесса нет. Есть буноимитация процесса. Вот они имитируют евроинтеграцию, а Воронин имитирует паркетную революцию. У нас не зря так написано, как вы выразились. Две имитации большие. Потому что о необратимости процесса говорят все европейцы, европейские чиновники. Ну правильно, правильно. Приезжающие. Правильно, правильно. Я позже после Криковских подвалов буду говорить о необратимости процесса. Это до Криковских подвалов, Виталья Александровна. В ожидании Криковских подвалов я буду говорить о необратимости процесса. Криковские подвалы и кокос. Нет, ну если, Юля, говорить серьезно, на самом деле, что такое ассоциированный следствие, свободная торговля, Это очень серьезная подготовка экономики. Никто этой подготовки не проводит. Коллеги с легкостью говорят, ну понятно, что-то отомрет, какая-то отрасль. Вместе с ним отомрут и люди, которые работают в отрасли. Мы не знаем, какая будет судьба виноделия. Мы не знаем, какая вообще по сельскому хозяйству будет нанесено очень большое... Хуже, чем после 2006 года уже не будет виноделия. Ну качественно новый скачок будет? Нет, я оптимист, может быть еще хуже. Не будет никакого скачка, потому что скачки надо готовить. Скачок это не подписание документа. Это серьезная, кропотливая работа по всем направлениям. Скачок не означает положительный. Юля, 4 года мы боремся с коррупцией. До этого 8 лет коммунисты боролись. Коррупция растет в нашей стране. До того еще боролись лет 15. Она как бы разветвленная, она все равно новые сегменты. В экономике нет никаких прорывов. Мы не видим прорывы по каким-то направлениям, которые... С чем мы войдем в Европу? Где наше место в Европе? Нам везде скажут, ребята, вы здесь не стояли. С чем мы будем ходить? У нас нет никакого сегмента, хотя бы маленького узенького, где мы можем проскочить и сказать вот это. Мы критикуем Беларусь. Так они хотя бы там развивают информационные технологии, которые у них товары покупает Европейский Союз, покупает Соединенные Штаты Америки. Что у нас будут покупать? Поэтому никакого оптимизма, к сожалению, нет. И пока не поймут, что надо тут заниматься вопросами, а не вешать лапшу на уши европейским комиссарам. Да, Европа, тут как бы идет игра. Причем мы даже не основные игроки. Основной игрок Украина. Но как бы надо нас с Украиной соединить, и поэтому Европейский Союз тянет нас за уши в Вильнюю, чтобы там что-то подписали, чтобы не было вот этого разнобоя. Потому что на самом деле идет борьба за Украину. А мы так на подтанцовках, и нам в этом плане как бы от нас ничего не зависит. Но вернемся все-таки в Молдову. И у меня господину Голе вопрос. Вот как по КРН, на ваш взгляд, в случае возможной победы на выборах, будет выстраивать свои дальнейшие отношения с Европой при таком общении с еврочиновниками? Я не удивлюсь, что процесс европейской интеграции будет ускорен, усилен, активизирован, обеспечена соответствующая информационная поддержка, пропаганда. Вспомните, кто создал положительный образ Европейского Союза в Республике Молдова? Кто начал процесс европейской интеграции? Кто принял больше всего законов, соответствующих европейским стандартам? На эти вопросы прекрасно ответил Владимир Николаевич Воронин. Это все сделала партия коммунистов, которая объявила стратегические задачи европейскую интеграцию в 2003 или 2004 году. По разным источникам, разные даты есть. Но где-то в 2003-2004 этот процесс активно начался. И так как коммунисты организовали информационную поддержку этому процессу, нынешней власти далеко от этого. При всем при том, что приезжают европейские комиссары. Это нужно признать и согласиться, что это было очень хорошо поставлено. И такую антироссийскую пропаганду, как коммунисты проводили в 2005-2006 году, вспомните выборы в 2005 году, Думаю, что Михаилу Гимпу еще надо учиться и учиться, для того, чтобы достичь такого уровня. И надо еще пару камней установить на площади, чтобы дойти до того уровня, который был. Поэтому я думаю, что никаких резких поворотов в случае прихода к власти партии коммунистов не будет. Они уже достаточно много повидали на своем веку, извлекли выводы, уроки из ошибок, которые были сделаны раньше. Какие-то поправки курса, да, безусловно, будут. Там кадровые, стратегические. Но цель, она будет та же. Коммунисты достаточно прагматичны. И они знают, что в таможенном союзе тоже никто... Господин Осталепович должен обратиться с тем же вопросом. Никто не обещает рай. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что партии коммунистов, как и другие партии, вырабатывают индивидуально и тактику, и стратегию. Мне сложно сказать. Я не знаю, что они сделают завтра. Я не знаю, тем более, что они могут сделать после выборов. Самое интересное, и они не знают этого. Это зависит от тех людей, которые будут разрабатывать, вырабатывать эту линию. И зависит еще много от конъюнктуры. Потому что тот Евросоюз, который я знал в свое время, это не тот, что я знаю сейчас. Это разные совершенно вещи. Они честно и искренне приходили к нам и критиковали нас с утра до вечера. Я воспринимал это как правду. То, что они критиковали, они говорили правду. Они не встречались с нами, они не устраивали нам большие возможности пиара. Они говорили, что вы проблематичная страна, решает с утра до вечера, вот такие были планы, действия. Но я это воспринимал как честный разговор. Сейчас точно за те же вещи мы история успеха. Я им не верю. Это геополитика, и они ничем не отличаются от Российской Федерации в подобных играх, я имею в виду в таких подходах. И у нас было искреннее поведение по отношению к Евросоюзу и к Российской Федерации. Если мы пытались решить Приднестровский вопрос и предложили создать 5 плюс 2 и УБАМ, другие вещи, которые были созданы, и России это не понравилось, и мы за это получили по башке. Ну а как вы хотели? А если какие-то вещи не шли с Евросоюзом, и нас за это критиковали, ну это нормально, ну потому что мы защищали интересы нашей страны. И я не помню, чтобы за 8 лет при всем при том мы устанавливали границу на Днестре. И не помню, чтобы мы хоть что-то делали, потому что нам сказала это Москва или Брюссель. Хоть что-то. Решение принимали здесь. Очень много делали. Очень много делали. Сначала то, что говорила Москва, потом то, что говорили Брюссель. Я говорю о том ведомстве, в котором я работал. Я не могу говорить за всех. Я говорю о внешней политике, которая разрабатывалась и принималась конкретно. Того ведомства тогда вообще не было заметно, потому что решал господин Воронин, и то, что он говорил, начиная от стратегической линии поведения до кадровых назначений водителя и посольства. Это ваша интерпретация. Почему интерпретация? Потому что я знаю, как принимались решения. Я знаю, как принимались решения. То, что касается, Юли, на ваш вопрос, он содержит, ответ вообще-то содержится в программных документах партии коммунистов, принятых на съезде в марте 2008 года. Там все четко, понятно, написано. Стратегическая цель партии коммунистов является европейская интеграция. В любом случае, я считаю, что то, что сейчас происходит с нашей страной, это не европейская интеграция. Маленькое замечание. Я вижу, что журналисты часто используют словосочетание «ассоциированное членство». Нет, конечно. Это господин Андреевский сказал. Нет, я слышу это от журналистов очень часто. Соглашение об ассоциации не является ассоциированное членство. Нет, не существует вообще. Нет, не существует понятие ассоциированное членство. Понятие ассоциированное членом нет такого. Член не может быть ассоциированным. Да, совершенно верно. Давайте перейдем к визитам по партийной линии. Идет о главе Европейской народной партии Вильфреде Мартинсей, одной из самых влиятельных политических сил в Европе, президент Армении, президентах Армении и Грузии, Саакашвили. Вот меня интересует господин Чеботару. Каково содержание этих визитов? Ну, безусловно... Внешний эффект, это понятно. Безусловно. Ну, я бы не стал, скажем, преувеличивать степень содержания, потому что, в принципе, в основном вопросы, которые касаются перспектив восточного партнерства, были достаточно хорошо проработаны. в Ереване, на Ереванской встрече. Здесь она, скорее, сила больше символический характер и вопрос консолидации тех взаимоотношений и вхождения вот этих новых партий на новый уровень взаимоотношений в рамках таких интернациональных ассоциаций политических партий. Можно ли этот символический характер назвать пиаром ЛДП? Нет. Ну, безусловно, это абсолютно, это достаточно видимая победа, скажем, либеральной демократической партии в том, как нужно использовать вот эти инструменты. Потому что у нас есть демократическая партия состоит в социнтерне, и она тоже использовала это в свое время. И во время, я напомню, только во время съезда партии, демократической партии, на ней был и генеральный секретарь социнтерна, и были еще немало гостей. То есть все партии пытаются использовать это. И партия коммунистов приглашала из Европарламента, я забыл его фамилию, испанец, один из лидеров прокоммунистических партий в Европе. То есть все партии используют это. Объединенных левых. Да, объединенных левых. Но справедливости ради отметим, что на сегодняшний день это самое большое формирование. Практически без нее не принимается ни одно решение в Европарламенте. Большое как большое, это приятельное. Из 33 глав государств, 28 входят, то есть на сегодняшний день в Европе, являются представителями тех политических формирований, которые входят в это международное объединение. Поэтому вес сегодня это громадный. И любое такое событие в Республике Молдова, она безусловно имеет, если хотите, пиар больше в Международной Республике Молдова, чем только исключительно либерально-демократической партии. Но с другой стороны, я думаю, что мы уже перешагнули тот рубеж, когда к нам приезжали как в какое-то, значит, какое-то изолирование, какое-то экзотическое, постсоветское, посткоммунистическое, или непонятно какое объединение с... и так далее. Сегодня все эти европейские лидеры приезжают в Молдову достаточно свободно, чувствуют здесь себя достаточно хорошо. И это очень важно, исключительно важно для привлечения сюда инвестиций, для создания благоприятного имиджа Республики Молдова, в том числе и для разрешения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я думаю, что если говорить о европейцах, все время почему-то противопоставляются европейцы Российской Федерации или Курсу. Европейцы больше любят россиян, чем молдаван, если на то пошло. Европа так обожает российскую нефть, российские деньги, инвестировать в Россию. Поэтому не очень нормально, не очень честно противопоставлять какие-то отдельные политические, скажем, действия каких-то политиков в России с общим курсом. И Российской Федерации. Поэтому я хочу сказать, что это абсолютно очень важный шаг. Я очень рад, если в дальнейшем здесь будет... Кроме, конечно, безусловно, это нельзя не отметить, и важную роль, которую сыграли и Лянка, и Филат. Потому что это, если хотите, как бы политическое признание заслуг Филата самого на этом уровне. О нем стали забывать, о нем, как бы, договоренность, что он паузу эту сделал. Вот именно потому что Филата стали забывать? Нет, они приехали не специально ради Филата. Но было бы просто несправедливо сказать, что это все связывается, конечно, безусловно, с той энергией, с той активностью, которую Филат и Лянк привели сюда. Этого уровня. Господин Голлер, что Молдове дает такого рода победа, как выразился господин Чебатару, ЛДПМ? Каков имидж сегодня, в общем, Молдовы на международном? Я довольно сдержанно оцениваю эти визиты, то есть никакого особого восторга я не испытываю. В то же время это совершенно нормально. Мы живем в условиях глобализации, когда люди очень тесно общаются, и эти визиты, безусловно, способствуют тому, чтобы про Молдову еще кто-то узнал, чтобы что-то увидел, чтобы даже был очень важен и визит Сарксяна после той нелепой ошибки, которая была допущена не по вине руководства Молдовы, но вот, не знаю, по злому умыслу или случайно такой неприятный казус. У нас очень важно, что Сарксян приехал. Опять же, Кэтрин Эштин визит, Мамфред Мартинс, это абсолютно нормально. На мой взгляд, мало двусторонних визитов осуществляется, мало ездят наши руководители и мало приезжают, потому что суть визитов и смысл заключается не в количестве подписанных документов, которые потом не выполняются, а в том числе в установлении личных связей, в лоббировании интересов, в достижении каких-то устных, может быть, договоренностей, которые потом играют на пользу стране. Поэтому мы не можем жить и в изолированном государстве, как та же Беларуси. Так никто не спорит, просто я хочу выяснить, что нам дают такие визиты. А это вы не увидите сегодня, что нам дают. Я говорю, что дают. Это дают прибавление имиджа, это дают то, что Молдову мало знают на европейской международной арене. Не нужно строить из себя государство, пупа земли, как есть некоторые государства, которые считают, что все крутится. Молдова маленькое государство, маленькая страна, в которой не проявляют особого интереса. Ну, господин Чавутар правильно сказал. Россия, конечно, гораздо важнее. И Украина гораздо важнее для европейцев и для других стран. Поэтому мы должны проводить активную политику. И вот эти визиты являются часть этой активной политики. Я абсолютно согласен, что были чрезмерные меры безопасности, чересчур в рамках этих визитов. А здесь лучше перестраховаться, чем не досмотреть. Как и не научились обеспечивать безопасность без лишнего шума, гамма, без свистков полицейских и так далее. Но это, опять же, были у нас казусы во время визитов тоже. Поэтому перестраховывается. Это, естественно, нужно терпеть эти неудобства. Они есть везде. У меня второй был вопрос. Каков имидж Молдовы сегодня на международной арене? Я думаю, что имидж Молдовы сегодня лучше, чем был вчера. Лучше, чем был позавчера. Лучше, чем был пять лет назад. Но есть еще над чем работать. Благодаря чему лучше имидж? Благодаря тем активным действиям, которые осуществлял, в частности, Юрий Лянко в качестве министра иностранных дел и европейской интеграции. Я думаю, что это лучший министр за всю 20-летнюю историю Молдовы, который... Проследите, сколько у него было визитов в 2011-2012 году. Каждый визит – это встречи, работа, усилия. Об этом узнают лоббирование интересов Молдовы. В том числе. О том, что думают господин Асталеп и господин Андреевский о приездах по партийной линии, мы узнаем сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Мы снова в студии. Итак, визиты по партийной линии. Господин Асталеп. Да, было очень интересно послушать эти странные заявления лидеров. У нас Филата за что снял парламент? И почему он не может быть премьер-министром? За коррупцию. Так, а они нам что говорят? Барбал. Этот человек привел вас к чему-то. Логики нет. Или вы соблюдаете наши законы, а по нашим законам он все. До свидания за коррупцию. Или вы нас не уважаете. Или превращаете нашу в страну. Я другой такой страны не знаю, где так вольно себя чувствуют иностранцы. Которые что говорят, что хочу, то и ворочу. В их странах премьер-министр снятый за коррупцию. В политике оставался бы? С ним кто-то бы за руку здоровался? Нет. Нам приходят, рассказывают, вот, спасибо за вход. В Румынии, по-моему, сегодня снял министр транспорта. Приговор на пять лет за коррупцию. Все эти разговоры европейцев, они играют в какие-то неведомые мне игры. Я не в состоянии понять. То есть, чем они руководятся, когда такие вещи делают и когда утверждают. Там, про историю успеха я вообще умолчу. Что произошло в последние полгода в Молдавии? Я понимаю, они все, все хотят забыть это как страшный сон. Не получится. Все это видели, все прекрасно помнят. И помнить будем. Поэтому все их разговоры могут сами встречаться. Мне не нравится. Это их партийные тусовки на здоровье. Почему при этом перекрывается полгорода на полдня, я не понимаю. Не понимаю. Если это государственные визиты и то разговоры отдельные, особые. Наш президент, если поедет в любую из этих стран, там перекроют на полдня полгорода? Нет, конечно. А на какую-то партийную тусовку в Бельгию или в Голландию перекроют? Нет. А мы что, второсортные что ли? Нет, визиты были полуофициальными. Они официальны были. Два президента прибыли с официальными визитами. Они встречались с президентом. Саркисян подписал там доглашение какое-то. Именно. Какое-то. Ну. Господин Андреевский, вы как смотрите на такого рода? Ну, во-первых, я хочу, я, наверное, пропустил. Улучшение имиджа Молдова на международной. Это, что был суд, что ему приговорили. Это не я сказал. Ну, так мы что, не понимаем, как это было сказано? Это сказал конституционный суд. Это конституционный суд сказал. Нет. Более того, после того, те, которые голосовали за отставку по проблемам не только коррупции, не только Филата, а коррумпированность правительства, в том числе министров тех, которые голосовали, а коммунисты, которые голосовали, потом тоже они голосовали за исправление постановления, которое они приняли. Поэтому, если сейчас смотреть, то это то постановление о снятии... Коррупционер на коррупционере, коррупционером погоняем. Оно уже внесено в поправки. Это к слову. Да. Ну, а если говорить... Я думаю, что это очень правильно, что наши партии... Первые тут были лидеры демократической партии, которая первая начала осваивать социал-демократы, первые были. Потом демократическая партия отпихнула социал-демократов. Но активно либерал-демократы занимались. Да. Проявляют активность либерал-демократы. Сначала Рожка, тоже, ХДНП тоже в этом направлении действовал. Сейчас либерал-демократы. И достаточно активные коммунисты с левым флангом. Вся проблема в том, что наши партии не договариваются, как вместе, имея такие мощные возможности для лоббирования интересов Молдовы, как объединить этот потенциал в Европарламенте, в других структурах. Вот это, к сожалению, наоборот, они друг против друга работают там в Европе. Так же, кстати, как и в России, что вызывает за пределами Молдовы недоумение. Гораздо хуже, что у нас не получается создание вот таких лобби в России. Вот я сколько раз бывал в России, я заметил, что Приднестровье создало очень мощное лобби в различных структурах власти, в парламенте российском. А вот официальная власть Молдовы, партии, которая у нас находится у власти, они, к сожалению, очень мало работают там. И это очень плохо, потому что на самом деле это должно приносить дивиденды не только лидерам партии. Вот их заметили, они там были, они там встречались. Это в первую очередь должно приносить дивиденды стране. Вот пока вот таких явных дивидендов от того, что они участвуют в каких-то структурах, проводят различные саммиты, мы не видим. Ну, возможно, как бы все это нарабатывается. Оно действительно позитивно на имидж, работает там на решение каких-то проблем. Абсолютно понятно, если тот или иной лидер поехал с этим представителем в Криковские подвалы, ему потом в Брюсселе, там, в других городах гораздо легче решать многие проблемы Молдовы. Поэтому я поддерживаю, я смотрю на это абсолютно нормально. Надо действительно вот с этими тремя, с левыми, с социалистами, социал-демократами, с правыми, народными партиями, надо налаживать отношения. Нюанс. Как вы характеризуете работу парламента в предпоследний предопускной день? То есть ее не было. В зале заседания парламента происходил саммит. Ну, понимаете, к сожалению, у нас в Молдове, ну, это, наверное, единственное приличное место, где можно собирать и что-то там показывать. В общей сложности человек 20. Ну, дело в том, что надо было красиво все это представить, это достаточно, как бы, был уровень высокий, и президенты участвовали в двух странах, это серьезно. Понимаете, от того, что наш парламент один день пропустил, где-то перенес на второй, ничего в жизни нашей страны, к сожалению. О том, что на Пасху не работал там три недели или четыре. Действительно, ерунда какая, тут один день, предпоследний день. На самом деле, ну, Юля, мы же прекрасно понимаем, что недовольство это носило такой характер политический. Оппоненты были недовольны, оппоненты кричали, что тут за тусовка, что за личности. Ну, а вообще это нормально? Что за личности? Когда Саакашвили приехал к Воронину, это была личность. А вот когда он приехал уже сюда, это уже не личность. До 2008 года я взял Воронину. Юль, если говорить о том, почему парламент вчера не работал, и почему сегодня работают, как сумасшедшие, с 10 утра до 12 ночи. Вот это полный бред. Вот это полный бред. Потому что по Конституции сессия начинается в феврале и заканчивается в июле. И парламент по добру, по хорошему, всегда работал до 29, 30, 31 июля. В прошлом году они себе придумали отпуск 12 июля, и в этом году отпуск 12 июля. Более того, не зная о том, обсудят ли все вопросы повестки дня или не успеют, председатель парламента подписал постановление о том, что начинается отпуск парламента с 12 июля, или там с 15-го, с понедельника. А если завтра надо поработать, потому что сегодня не успеют принять повестку дня. А проблема в том, что все купили себе путевки с 13 июля. Хотя, вот в чем нужно возмущаться. Еще в феврале заказали, на 13 июля. Вот это должно возмущать граждан. По отношению ко всем депутатам всех цветов. Начиная там от левых, или начиная от правых и заканчивая левыми. То, что один день отдали дворец республики для проведения саммита, где участвовали европейцы и президенты двух стран. Ну, я, честно, не стал бы делать трагедию. На мой взгляд, гораздо более... Если бы это не было бы предпоследним днем, и они в такой запаре не принимали бы сегодня... А вот не надо было делать это предпоследним днем, потому что есть еще и 18-е, и 19-е, и 26-е, и 27-е июля, когда надо было работать. Надо было. Мы о работе парламента поговорим обязательно. Можно мне два слова вставить? Я полностью согласен, что сказал господин Голин. Но я хотел бы вернуться к тому, что говорил господин Андреевский. На самом деле, у нас партийное строительство давно и очень солидно занимаются различные фонды международные. Две американские организации, National Democratic Institute и республиканские, и две, по крайней мере, очень большие, мощные фонды немецких, как социал-демократов, так и христианских демократов. И практически они помогают всем партиям, причем всем партиям вместе, и каждой партией в отдельности, по вопросам партийного строительства, по вопросам идеологии. Три фонда немецких, еще Роза Люксбокрова. Да, да, да. Еще есть, кстати, даже и российские фонды здесь бывали, даже и российские движения по гражданскому обучению. Да, и признание, и признание было. И признание тоже в этом форме. Поэтому, с этой точки зрения, то, что мы увидели, это как бы, ну, что ли, вишенка на торту. Это уже самые, так сказать, на высоком уровне. Но на самом деле, Республика Молдова давно и очень надежно инкорпорирована в такую, значит, международную ось, в том числе и в развитии политического класса Республики Молдова, вот путем обучения, подготовки иногда и даже конкретных организаций, конкретных мероприятий. То есть, в контексте этого вопроса, я думаю, об этом тоже нужно говорить. Даже не должно подлежать обсуждению, потому что именно так идет сотрудничество и в Совете Европы, парламентской ассамблеи, и в Европарламенте. Партийные связи это абсолютно нормально. Но, к сожалению, никаких партийных связей практически нет с Украиной. Да, да очень плохо. Очень слабые с Россией, как демократическая партия пролетела. Мы же прорабатываем одно направление. Нет, только коммунисты пытаются... Ну, с коммунистами. Нет, коммунисты участвуют в этих... Я все-таки хочу привлечь к беседе Михаила Саакашвили, как мы знаем, встретили, пусть и немногочисленным, но все-таки митингом протеста. В связи с этим у меня вопрос к вам. Каков на сегодняшний день имидж президента Грузии Михаила Саакашвили? И какова дальнейшая судьба нашего гостя? Политическая? Да. Он завершает свою политическую карьеру, насколько я знаю. Ему осталось пару месяцев, чуть не сняли его сейчас из партийной его должности, пока он был в Кишиневе, там его соратник предложил убрать. Я не думаю, что вообще его фигура как-то заслуживает какого-то интереса. Но это человек, который сделал для своей страны то, что сделал. Каждый пусть оценивает, граждане Грузии пусть его оценивают. Для нашей страны он, ну еще президент, но уже буквально на излете, он же такой летчик. Поэтому, ну кто-то выражал свое мнение по отношению к нему таким образом. Лично для меня это прошедшая политическая фигура. Руководитель дружественной нам страны, не более чем. Благо существует много достаточно проблем сегодня у нас и других политиков, которым у нас намного больше связей, чем вот это. Я не вижу... Ну развивать тему Саакашвили и Ивана Швили мы не будем. Но другое, по мнению президента Грузии, в последующие годы Россия не будет вмешиваться во внутреннюю деятельность Грузии и Молдовы, так как у нее множество своих внутренних проблем. Вот ваше мнение относительно этого высказывания, господин Голин. Относительно высказывания в России... Саакашвили. Россия не будет вмешиваться. Ну, отношения, взаимные отношения, взаимная неприязнь российской политической элиты и Саакашвили, это известно. Поэтому меня это не удивляет, это на самом деле антироссийский политик, был этот конфликт очень неприятный, который испортил отношения между двумя народами, которые действительно очень серьезно исторически связаны, я имею в виду грузинские народы и российские народы, и это печально. И, безусловно, Саакашвили сыграл там свою роль, как сыграли и другие политики, нельзя на него все звалить. Саакашвили, да, то, что сейчас называется хромая утка, то есть уходящий президент, это понятно, его мандат практически исчерпан, но он президент, был этот саммит, поэтому приехал. Я говорю, я бы не стал заострять внимание, что партийный, не партийный. Был саммит, налаживаются отношения, я скорее, опять же, согласился бы с господином Андреевским, что нужно развивать и с Россией тоже, и Россия должна быть заинтересована, потому что только в Приднестровье и Россия зачастую забывает о том, что на правом берегу Днестра проживает в разы больше российских, этнических, русских, чем на левом берегу Днестра. Тогда другой вопрос, почему Россия не заинтересована? Вот, не, ну это волнение Саакашвили, в этом, что, я извиняюсь, дело в том, что... То есть, по-другому Саакашвили сказать и не мог? Да, ну, а что он мог сказать? На самом деле Россия достаточно активно работает с Молдовой, у нас достаточно неплохие связи. В чем это выражается, господин Андреевский? Ну, мы вошли в договор, еще раньше подписали договор о стратегическом сотрудничестве с Россией. Как он действует? У нас постоянно растет товароборот с Россией. Кстати, сегодня Россия, основной торговый партнер по экспорту и по импорту, занимает первые места с Молдовой. Это очень важное обстоятельство. Причем наращивается, вот проценты растут с каждого года. Ну, рост есть, да, я сегодня смотрел, как раз, да, есть... Все нормально. У нас нормальные политические контакты с Россией на разных уровнях. Но небостребованный потенциал, он гораздо больше. То, что Россия, ну, по мнению многих, могла бы, так сказать, достаточно активно работать, ну, Россия работает там, где ей интересно. Я не думаю, что ей сегодня так интересно работать в Молдове. Хотя, вот, недавно мы проводили мероприятие, где Евразийская комиссия презентовала таможенный союз, вызвала достаточно большой интерес в Молдове, присутствовали. Не скажу, что все гладко прошло. И я знаю, что ожидается, сейчас пока не буду называть, но ряд очень таких серьезных мероприятий. Осенью с участием российских структур. Возможно, ну, одно мероприятие назову, но, возможно, мы проведем, осенью я тоже принимаю активно участие в подготовке, Евразийский винный форум, потому что это очень интересно, наши связи с тем рынком вина таможенного союза. Ряд других мероприятий. Это все с намеком на Евразийский союз. Ну, это как бы меня интересует, но на самом деле это с намеком на то, что надо создать нормальные условия, чтобы завтра наши бенеделы, работая на рынке таможенного союза, не столкнулись с проблемами. Надо их подготовить к тем проблемам, которые будут, особенно, когда мы подпишем договор о свободной торговле. Господин Резкин, Евразийского союза не существует. Давай так. И вот идет такая подготовка. Нет, существует таможенный союз, существует Евразийская комиссия, с 1 января 18-го года будет Евразийский экономический союз. Украина стала наблюдателем там, Армения стала наблюдателем, и вполне Молдова могла бы стать наблюдателем в будущем Евразийском экономическом союзе. Мы употребляем в сочетании Евразийский союз, но мы не говорим о таможенном, как о свершившемся факте. Ну, секундочку, можно... О Евразийском союзе. Нет, так, о чем не говорим? Если с 15-го года он запускается, и таможенный союз станет называться Евразийский экономический союз. Просто мы опоздаем. Вот Украина пошла туда, Армения пошла, Киргизия пошла туда. Хотя бы наблюдатель. Несмотря на украинские европейские устремления. Да. Поэтому нормально, это нормально. Я думаю, что у нас немножко запутался вопрос. Одно дело рассматривать возможность будущим когда-либо вступления Республики Молдова в этот союз, и те взаимоотношения, которые у нас есть сегодня в СНГ. То есть, это было бы абсолютно преступно и абсолютно глупой политикой выходить с этих рынков, портить эти рынки или портить взаимоотношения в этих рынках. Одно дело дискуссия о возможном оферте, который нам еще никто не делал, и совершенно другое портить то, что существует. Я совершенно согласен с господином Андреевским, и это действительно, очень многие производители сельскохозяйственные сегодня рады, потому что у них очень много из их продукций сегодня находят реализацию на этих рынках. И поэтому нам на это было бы преступно, если бы мы не использовали полностью эти возможности. Без того, чтобы смешивать вопросы евроинтеграции с вопросами экономических взаимоотношений в рамках СНГ, в рамках даже этого таможенного союза, там где мы можем участвовать, какие проблемы. А я хотел бы другое сказать. Но, видимо, проблемы, проблемы, а сегодня используем это. Другое сказать, чтобы мы не увидели, значит, визит Саакашвили важен не только как Саакашвили когда-то, какие мы его знали, который приехал и поддержал Воронина, или Саакашвили сегодня, который, как говорили мои коллеги, сравнивали его с храмой уткой. Давайте не забывать, что новое руководство Грузии полностью подтвердило свою приверженность европейской интеграции, имею в виду Иванишвили, полностью подтвердило свое стремление вступить в НАТО и вместе с тем налаживает новые отношения с Россией. И уже не с точки зрения Саакашвили, который действительно многие считают в Европе, напортил очень много своей иногда горячностью, да, или, ну, не будем сейчас ходить. Вот это для нас действительно абсолютно важно, действительно абсолютно важно. То есть, давайте видеть в этом, я, конечно, с удовольствием хотел бы видеть Иванишвили в республике Молдова, чтобы он приехал. Чтобы действительно, потому что у нас в Грузии есть немало, наверное, интересных тем развития, которые не касались бы как внутренней обстановки Грузии, так и... Скажите только так, Иванишвили, это новая веха развития Грузии? Это очень интересный процесс там. Мне, я, у нас коллеги по нашей ассоциации, ну, Иванишвили вообще хочет выйти. То есть, на сегодняшний день Грузия достаточно сконцентрирована на развитии собственной страны и преодолении того кризиса, который был в 2008 году. Это очень процесс очень непростой. Но я думаю, что потихонечку, по крайней мере, очень хорошо налаживается отношение с Российской Федерацией. Медленно, но, как говорится... Верно. Уверенно. Но верно, да. И вместе с тем, Грузия удалось не потерять свой европейский вектор. Потому что он исключительно важен для региона. И, фактически, вот эти три стороны, Азербайджан, Армения и Грузия, ну, конечно, Грузия в большей степени сейчас Армения, по крайней мере, они достаточно включены вот в этот геополитический союз с Евросоюзом в региональном контексте, в контексте Кавказа. Там это намного сложнее. Там еще и Турция, там еще и Иран, там еще и другие, кроме Российской Федерации. Поэтому там клубок своих геополитических проблем, которые трудно сравнивать с нашими. Спасибо. Спасибо. Давайте теперь попытки представителей ОБСЕ России и Украины достучаться перед очередным раундом переговоров в формате 5 плюс 2 до официального Кишинева и Террасполя и услышать от них вразумительную повестку дня. Почему мы опять не подготовлены? Мероприятие было запланировано. Господин Голин. Что значит не подготовлены? Это очень сложный процесс. Как справедливо заметил господин Губарев в заявлении для прессы по итогам встречи с Карповым, невозможно было бы наивно, дословно почти цитирую, рассчитывать на то, что проблемы, которые накапливались на протяжении 20 лет, будут решены за несколько месяцев. О чем будет в Вене? Будут переговоры? О чем будет в Вене? Будет практически о том же самом. О свободе передвижения, об открытии моста через гуру Быкулуй, о Приднестровье. Снятие канатной дороги. Да, это тоже. О железнодорожном сообщении. Приднестровье будет настаивать на получении разголов. Здесь. Не обязательно для этого ездить в Вену. Можно, Юля. Но если так рассуждать, зачем приезжают европейцы? Мы бы и без них обошлись. Это другое... Зачем приезжают президенты? Не передергивайте. Это совершенно иной вопрос. Мы бы без них обошлись. Есть наши нюансы. Зачем проводить переговоры? Мы можем не есть сами. Мы могли бы договориться. Прежде мы должны были договориться, а потом поехать в Вену. Вы не согласны? Или мы ждем? Категорически нет. Иногда эффект вот этих выездов... Мы сейчас говорим о социально-экономических вопросах, не о политических. Переговорщики отрываются от того контекста, в котором они живут. И психологически, и медийно. Это очень сложный процесс переговорный. Он был заморожен на протяжении очень долгого времени. С 2006 до 2011. Фактически регрессировал. Не просто заморожен, а регрессировал. Так он сейчас регрессирует? Поэтому сейчас... Он, может быть, он регрессирует по определенным направлениям по сравнению с той эйфорией, которые были в 2012 году. Ожидания были очень большие. Но не все так просто. Ну, конец 2011 началось. Ну, футбольные встречи. Мы говорим об общении господина Филата и господина Шевчука. Ну, футбольные встречи. И Воронин ездил на футбол. Я помню матч Голландии-Молдова на стадионе Шериф. Это нормальные явления, когда политики встречаются в разной обстановке. То, что ничего не дало... Я говорю сейчас только о налаживании отношений. Налаживание отношений. Вот это и идет процесс. Форма меня не интересует, только о содержании. Процесс очень сложный и нельзя рассчитывать. Я очень скептически отношусь к урегулированию проблемы Приднестровья. Если хотите, чтобы я более не дипломатично сказал, то я считаю, что этот вопрос практически не решаем. Но это не значит, что надо выходить на тропу войны. Это значит, что нужно... Работать внутри сначала. Вести переговоры, работать внутри, встречаться. У Карпова-Штански не очень получается в последнее время разговор один на один. Поэтому нужны посредники. Один для этого и существует. Они взяли на себя эти обязательства. Посредники, набдатели в переговорном процессе. Формат 5 плюс 2, которых кто-то доволен, кто-то... Ну нет другого сейчас. Изменить его тоже очень сложно. Поэтому встреча была не очень успешная в Одессе последняя. И до того во Львове была не очень успешная. Что ж теперь делать? На этом останавливаться? Ну действительно, при всем богатстве выборов у нас другой альтернативы нет. Господин Асталиб, ваше мнение. Приднестровская проблема, самая важная политическая проблема, которая у нас есть и безопасности. На каком уровне эти вопросы должны обсуждаться? На головне первых лиц. Сколько раз Тимофти разговаривал с Путином на эту тему? А сколько он будет говорить на эту тему? Здрасте. У правительства есть какое-то видение. Не надо гадать. Нет никакого видения. Было бы уже давно сказали. Просто нет. У Карпова не получается. Ну, не получается иногда в жизни. Многие вещи. Что ты там делаешь, если у тебя не получается? Это не твой личный бизнес. Хочу, не хочу. Не получается у тебя. И не месяц, и не три. Уже несколько лет. Ну отойди в сторону. У них что, других людей там нету, что ли? Ну реально не получается. Для тех, кто не знает. Он практически не может с ней разговаривать. Одни обмениваются бессмысленными письмами постоянно. Давайте 10-го. Нет, давайте 20-го. Давайте 1-го. А, нет, тогда вообще не будем. И так от случая к случаю. Ну, Штанский в данном случае, она реализовывает интересы региона и той политики, которая не проводит. У них все нормально. Карпов не только ничего не делает, а вредит. Кто родил эту идею с этими дебильными постами? Нет отца у этой идеи. Никто не берет на себя ответственность. Пусть у нас выйдет, чтобы мы его увидели. Я такой-то автор идеи с постами. Почему нет, папы? Боятся. Потому что не могут... Это коллективное решение. Потому что не могут объяснить, во-первых, что это такое. Не могут. Вы видите, как они блеют полгода. То миграционные посты, то иначе, то у них есть такая цель. Поставим уже вопрос, у нас опять заморожен до осени. То они будут проверять, то нет, то граждане, то... Невозможно понять. А знаете почему? Потому что они не знают, что это такое. Им кто-то что-то сказал, слышу звон, не знаю, где он. Вот это единственное, на что они способны. С Украиной 4 года никто не разговаривал. Представьте, не все так прямо не знают. Ну что-то же знают. Ну вот мы видим результат. С Украиной кто 4 года разговаривал на эту тему? Господин Андреевский участвовал в этом мероприятии, где представитель России очень четко, открыто сказал, что будет с нашими мигрантами, поправьте меня, если я что-то говорю не так, что будет с нашими мигрантами, когда мы войдем в зону свободной торговли с Европейским Союзом. И на вопрос, скажется ли это на их судьбе, и будут ли у них трудности. Он ответил, что да. Господин Путин предупреждал недавно Украину и других желающих вступить в зону свободной торговли с ЕС, что в случае, когда эти страны вступят, то товары из этих стран будут облагаться такими же налогами, как товары из Европейского Союза. Это все очень хорошо. Что правительство делает для того, чтобы эти плюсы, которые пока никто не может объяснить, на Западе не превратились в минусы на Востоке. Потому что наши люди торгуют на Востоке не благодаря действиям правительства, а вопреки. Потому что никакого диалога у нас нет. Понимаешь, все звучит красиво. А что за 4 года, какие встречи были на тему экономики? Ну какие? Чтобы встречались, кто встречался и решил хоть одну экономическую проблему. По финансовым трансферам, по нашей социальной защите наших людей. Да куча проблем. С пенесровскими нашими гражданами, потому что они там с документами, в чем мрак творится. Невозможно понять, они чьи и откуда. И когда их ловят в Москве, и нужно выдавать им эти так называемые белые билеты. Гражданства нашего нет, а живут на нашей территории. Тогда они чьи? И тут и есть миллиард проблем, которые нужно решать. А в это время, все хорошо, прекрасно и маркиз. Прерываемся на рекламу, оставайтесь с нами. Мы снова в студии, продолжаем разговор. Говорили мы о том, почему мы не подготовлены опять к такому мероприятию, как переговоры. Очередной раунд переговоров в формате 5 плюс 2. Господин Андреевский. Ну, я тебе скажу, что я вообще был такой оптимист, что мы с Приднестровьем сможем договориться. Я там жил, общался. Ну, если не глобально договориться, как бы, реинтегрироваться, то хотя бы, как бы, договориться жить, ну, в какой-то ассоциации, скажем так. По многим вопросам, снимем там вопросы телефонии, другого, третьего, четвертого, пятого. То есть, опять же, социально-экономическую реакцию. Да, но будем сближаться. И будут меры доверия. К сожалению, вот Голя сказал, я, наверное, с ним соглашусь. После 2003 года, мне кажется, что процесс приобретает такой необратимый характер. И вот мои последние поездки в Приднестровье показывают, что, наверное, как там говорят, мы их теряем. И это уже, наверное, уже окончательно. Именно поэтому не обсуждалось на встрече предваряющей переговоры? Нет, что обсуждать. Ситуация в зоне безопасности. Во-первых, у нас нет политической воли решить эту проблему, потому что, чтобы ее решать, надо от чего-то отказаться. Приднестровцы все, что надо, взяли. И они ничего не требуют. Прибывают наблюдатели. Понимаешь, это вообще такой вялотекущий процесс, где мир должен показать, что он заинтересован, что-то отладит. А мы должны сделать вид, что... ОБСЕ, все делают вид, что что-то делается. На самом деле, особенно после Вильнюса, мы как бы разновекторно уходим, и сближения нет. Я когда-то говорил с Маракутс, я приводил этот пример на передачи, что, говорит, вначале трещина была, потом она расширилась, потом ров, потом овраг целый и так далее. И это уже как бы вернуть назад, это невозможно, независимо от того, какая будет власть. Поэтому, я думаю, надо все же думать, может быть, цивилизованно как-то развестись, чтобы не было проблем дальше, потому что возникает еще и угроза каких-то военных столкновений. Потому что мы знаем, что там очень тяжелая социально-экономическая ситуация, и у нас тяжелая, и нельзя исключать, что в какую-то трудную минуту, чтобы порешать внутренние проблемы, кому-то нужна будет маленькая победоносная война, чтобы запихать все эти проблемы в эту войну. Поэтому, я думаю, вот в этом ключе надо работать, и надо создать людям нормальные условия, которые живут на разных берегах Днестра, чтобы те, кто едут туда, вот... Надо, Виталий Александрович, надо, конечно. Юля, вот в этих унижениях миграционные посты... Сегодня выяснилось, что рассмотрение законопроекта о штрафах за нарушение иностранства миграционного режима отложено на осень. Плюс миграционные посты, этот законопроект тоже отложен на осень. Шухер подняли, и ничего не сделали. Сделали бы, если бы не коммунисты. Да нет. Ну, неизвестно, сделали бы или нет. Ну, а зачем тогда это нужно было поднимать? Вот для того, что говорил господин Андреевский, я абсолютно согласен. Для того, чтобы не случилось никаких столкновений, стычек, желания вести войну, вот и нужны переговоры. Какие они есть, они нужны, нужны контакты. Без этого, без общения невозможно ничего решать. Что с миграционными постами, господин Голев? Что будет с миграционными постами? Я думаю, что они рано или поздно в той или иной форме будут. У нас просто дискуссия была во время рекламной паузы, я поясню. Мне до сих пор непонятно, почему мы, граждане Молдовы, проезжая через Приднестровье, должны заполнять миграционные карточки, стоять в очередях, сдавать или платить деньги. Чтобы они сами заполнили. Чтобы они сами заполнили. И дискриминация граждан была и в 2005-2006 году, когда отношения испортились. Мне жаль, что Россия, великая держава, прибегает к таким мелкому шантажу, когда допускает дискриминацию по отношению к незащищенным гастарбайтам. Это плохо. И это тоже говорит об отсутствии диалога. Вот с этим я согласен, что у нас нет эффективного диалога с соседними государствами и с Приднестровьем. Кстати, когда-то обсуждалось с Приднестровьем, достаточно активно, Толя, наверное, помнит, о том, чтобы установить совместные посты на украинской границе. И я помню, тогда поставили вопрос Приднестровьем, хорошо, если вы тут, давайте мы тоже там будем на румынской границе. Но наши сказали, нет, мы только касаемся как бы украинской границы. Это была очень хорошая идея, и сейчас никто не работает с Украиной, потому что таможенные посты, молдавские таможенники. Хорошо, проблема Приднестровья не решена и не можете договориться. А с Украиной, с признанным государством, дружественным и так далее и тому подобное. Но это по меньшей мере безответственность. Можете договориться о том, чтобы молдавские таможенники выезжали там вахтовым методом, работают и проверяют при въезде в Приднестровье. И смотрите, как интересно получается. Вы утверждаете совершенно правильно, что с Россией и Украиной у нас слабый диалог, с Приднестровьем нет. То есть там, где у нас есть проблемы, вот они, мы о них говорим. Диалога нет. Диалога недостаточно, я согласен. А успешная у нас внешняя политика с теми, где проблем нет. А в чем успешность-то? Ты проблемы решай страны, тогда ты будешь успешным. А если ты якобы договариваешься с теми, где проблем нет? Что это за политика? Будет у нас ассоциированное членство и будет нам счастье, господин Асталин. А вы уже не чувствуете? Вы уже чувствуете? Вы тоже говорите членство, да? Я свои нечувствую. Я обозначиваю, господин Реев. Не существует никакой проблемы миграционных постов. Дело не в постах. А в чем? Дело в самой сути регистрации именемнанных граждан, которые находятся на территории Республики Молдова. Причем у граждан, скажем, с российским или украинским гражданством нет никаких проблем. Только в тех случаях, когда они въезжают на территорию Приднестровья, не регистрируясь, естественно, и выезжают из территории Республики Молдова. Таких у нас случаев было 400, и вот люди были вынуждены платить штрафы, потому что нормальное нарушение закона. Вот эти так называемые посты, это предложение Кишинева для того, чтобы упорядочить вот эту процедуру. Ничего больше она не имеет ни к таможенной, ни к пограничной, ни к другим формам. Причем она совершенно добровольна. То есть российский гражданин, который въехал на территорию Республики Молдова через Приднестровье, должен сразу же в любом пункте, в котором это предусмотрено законодательством, зарегистрироваться. Он может это сделать в Кишиневе, он может это сделать в любом населенном пункте. Но вот может сделать при этом пункте. Вот и весь вопрос. Я думаю, что безусловно и российская сторона, и приднестровская сторона прекрасно знают эти детали, с ними это обсуждалось, в том числе и сотрудники Евросоюза, которые объясняли, почему Республика Молдова должна выполнять свое законодательство по регистрации граждан. Все. Все остальное спекуляции, все остальное выдумки. Теперь, я немножко придерживаюсь другой точки зрения насчет перспектив разрешения Приднестровского конфликта, и наши, и не наши. Безусловно, нельзя ориентироваться только по определенному. Потому что Республика Молдова имеет дело не с представителями только восточных районов Республики Молдова. Называйте Приднестровьем, называйте как угодно. Мы им дело еще и с Российской Федерацией, которая за 20 лет поддерживает этот режим. Причем поддерживает его в значительно большей степени, чем, скажем, он мог бы выжить самостоятельно или в рамках других. Это геополитическая проблема. Да, но, к сожалению, Чаватарову, речь шла о том, что необходимо общаться. Давайте не забывать. Там есть российское военное присутствие. Одну секундочку. Конечно, я не буду отвечать господину Андреевску или господину Сталепу за наших руководителей. Но я знаю из бесед, Попов, по крайней мере, в 2012 году, по-моему, 8 или 9 раз выезжал и разговаривал по всем этим вопросам. Лазарь, другие министры были встречи на высшем уровне. Я думаю, что, к сожалению, да, нужно сказать, что не по вине молдавской стороне, скажем, этот диалог проходит не настолько успешно. Там, в Москве, смотрят, как говорят наши коллеги по плато, значит, вот так вот, с высока. А вы кто там такие, значит, и так далее. Безусловно. Умилительно? Умилительно. Неприятно? Неприятно. Те вопросы, о которых говорил господин Сталеп, они совершенно нормальны. Но я знаю совершенно точно, что эти вопросы пытаются решать. Как их не могли решать при предыдущей власти, так и сегодня они решаются очень трудно. Но я вряд ли бы, я бы не бросил бы камень в тех людей, которые сегодня работают там, несмотря ни на вот все проблемы. В том числе и тот политический кризис, через который они тоже проходят. Каким сложившимся обстоятельством будет итог переговоров в Вене? Говорить не станет. Одну секундочку. А вы совершенно, я не понимаю, почему сразу пришло такое вот неподготовленность. Я думаю, что контекст очень достаточно неплохой. Да? По-моему, заявление Лаврова после встречи с Карлацяном было достаточно обнадеживающее. Это было то же самое, Лавров, говорить об этом всегда. Мне очень понравилось, что сказал Карлацидзе. Я критиковал Карлацидзе раньше за его высказывания по отдельным вопросам. Но сейчас Карлацидзе приехал с достаточно хорошей платформой. Встретился и у него был достаточно конструктивный разговор. То есть нам не надо закрывать глаза, когда появляются другие. Господин Чеботан, что значит конструктивный разговор? Такой же разговор был год назад, два года назад, три года назад. А на сегодняшний день, в условиях, когда главная оппозиционная партия заявляет открыто, что она сделает все возможное, чтобы сорвать саммит, делает это все с подчеркнутой, так сказать, эй, ребята из Москвы, вы нас видите, мы вот еще раз делаем, эй, вы нас видите, мы это делаем для вас. Хотя, может быть, Москве это и не надо. Понимаете? В этих условиях говорить о том, что будут какие-то подвижки в разговоры в Вене, это, по крайней мере, было бы слишком оптимистически. Нет, вы говорите о конструктивности диалога. Ну, вы подаете это со слов Штанский, так я понял, да? По крайней мере, мне кажется, что наша делегация вполне... Что я подаю, кстати, со слов Штанский? ...не подготовлена с молдавской стороне к переговорам на 5-2. Я изучила этот вопрос, и мы не подготовлены. Хорошо, прошу прощения. Тогда я критикую вас. Мне не кажется, что обе стороны не подготовлены. Они достаточно хорошо подготовлены. И Карпов, и Штанский, и обе стороны уже... Штанский уже поднялась достаточно выше. К встрече с Вене, я хочу понять. С другой стороны, на сегодняшний день не существует условий, при котором мы могли бы ожидать серьезного и нормального прорыва. А серьезный прорыв, это обсуждение политических вопросов безопасности. Почему? Потому что говорить нам не о чем в Вене. Есть, громадо. Социально-экономические вопросы мы можем решить здесь, на месте. Мы должны были это сделать. И мы едем в Вену для того, чтобы наблюдатели помогли пообщаться. Нине Штанский и Евгению Карпову. Нет, ну это ваше видение. На самом деле, условия достаточно жесткие. И никто, никто в этих условиях на сегодняшний день, никакой, так сказать, маг не смог бы сделать больше, чем сегодня делать зоны, которые задействованы в этот... В Молдове есть зона безопасности. И никто не обсуждает этот вопрос. Он даже не поднимается. Вот приехали ОБСЕ, представители от ОБСЕ, от Украины и от России. Не поднялся даже вопрос. Представитель ОБСЕ разнервничался даже в этом ключе. Ну как же так? Дальше невозможно. Вы говорите о конструктивизме. Просто дальше у нас осталось немного времени. Хотела бы перейти к теме завершения, пожалуй, самой скандальной сессии парламента. Согласны вы с этим, кстати? Нет, одна реплика. Если мы хотим, чтобы Россия была партнером нашим, то надо все же прислушаться к просьбе России открыть там консульство. Мы игнорируем это и в то же время ждем, что Россия будет в партнерстве с нами решать какие-то проблемы. Но скоро Украина отбудет свое консульство в Тераполе и на этот вопрос откроется. Не будет этого, пока мы не сделаем шаг на встречу России. Давайте переходим к вопросу скандальной сессии. Господин Голлер, вы согласны с тем, что это весеннее? Я не помню ни одной сессии, которая была бы не скандальна. Я говорю о том, что она самая скандальная. Почему она самая скандальная? Попытки учинить драки в парламенте. Драки, скандалы, интриги, расследования. Были и в предыдущей сессии, и скандалы, интриги, расследования. А по сравнению в Украинском парламенте, это вообще детский у нас вообще учили парламент. Внос Шелина в парламент только чего стоило. Вот коммунисты буквально на прошлой неделе заблокировали трибуну. Вот мы идем по украинскому сценарию в этом отношении. Но я говорю сейчас о деле плача на самом деле. Формы протеста были разные. И как общались коммунисты с ЛДПМ? Бойкот заседаний парламент. Но это была такая интрижка, довольно интересная для журналистов. Журналисты имели пищу для размышлений, для того, чтобы писать. Я бы не стал строить... Интрижку раскрыл Конституционный суд. Не стал бы строить каких-то... Ну, Конституционный суд, к моему глубокому сожалению, при большом уважении господина Танаси, очень сильно дискредитировал себя в рамках этого скандала. И мне очень жаль, что из-за этих компромиссов впервые в Конституционный суд были назначены представители политических партий. Это, на мой взгляд, уже является профанацией Конституционного суда. И результат, он уже сказывается. И еще будет сказываться. Он еще, как говорится, боком выйдет политикам. Это очень жаль, что вот в этом контексте это один из отрицательных результатов. Все остальное это политическая борьба в парламенте. Насколько продуктивна была работа народных избраний. Депутаты есть такие, какие они есть. Вот за кого голосовали, вот люди их увидели, в следующий раз сделают выборы, будут выборы, сделают выводы, будут голосовать по-другому. Я бы не стал строить трагедии из того, что парламент, как сказал господин Насталеп, первые лица. У нас президент нельзя ожидать от президента. Вот нынешний президент, он действует в соответствии со своими полномочиями, которые ему были даны в 2000 году в результате Конституционной реформы. У нас был господин Воронин, который имел парламентское большинство и поднимал трубку и говорил, госпожа Стопчук, завтра, чтобы было принято решение в парламенте. И оно принималось на экстренном заседании, если надо было. Сейчас ситуация иная. К сожалению, у нас и эта проблема не решена. Проблема избрания президента. Учное управление как было, так и осталось. Тут говорится, какое ручное управление, когда нет парламентского большинства и когда в составе коалиции три партии, которые каждый слушает своего лидера. Это очень плохо, когда есть ручное управление, телефонное право и так далее. Конечно, мы от этих традиций не уходим и тогда мы рассчитываем, что первые лица должны решать, президент должен решать. Нельзя сравнивать полномочия президента Молдовы и полномочия президента России. Это просто две большие разницы. У нас осталось две минуты, буквально в двух словах. Как вы оцениваете работу народных управленников? Я думаю, что произошел окончательный раскол. Нормальной работы не будет. То есть большинство будет принимать законы. Но уже с осени все начнут готовиться к выборам. То есть год как останется. Я считаю, что в 2014 году будут проведены выборы. Выборы коммунисты будут все делать, чтобы сорвать работу парламента. Возможно, будет принят сценарий постоянной блокировки парламента осенью. И снаружи, и внутри. Это один из сценариев, который, я думаю, будет. И в принципе, что имеем, то имеем. И дальше я не вижу никакой перспективы эффективной работы этого парламента. Я даже о перспективах и не спрашиваю, Виталий Александрович. Господин Асталиб, я о том, как проработал парламент всю эту сессию. Все самое лучшее у этих депутатов уже было. Лучше у них уже не будет. Лучше это избрание президента. Господин Анатолий Абатар, вы закрываете программу. Не, ну, я в принципе согласен, что качество работы этого парламента оставляет желать лучшего. Очень много было огрехов, в том числе огрехов легистрационных. Даже те законы, которые необходимы для европейской интеграции, были приняты быстро, без согласования с гражданским обществом, с экспертным сообществом. Все это придется дожжевывать, дорабатывать и так далее. Очень трудно объяснять людям, что они там приняли, когда нет этого диалога. Да, ну, это не страшно. Все равно никто их не будет выполнять. Меня, кстати, очень обижает положение и коммунистов, когда у них достаточно есть сил и средств, чтобы, если критиковать, то критиковать по сути. А когда я вижу, что превращается в балага, то это действительно, в принципе, теряет и те сторонники партии коммунистов, принимая плохое законодательство. Кажется иногда, что весь этот парламент был настроен на сделать ситуацию как можно худше. Но я оптимист по своей сути. Надеюсь, что после каникулы все-таки что-то сдвинется и, по крайней мере, оставшееся время не используют... Положительный пример декларации по Приднестровью. Доказали, что если хотят, то могут. И если конструктивно работать, то могут. Был принят нормальный документ. Мы за конструктивное сотрудничество. А 3 мая как бы сюрприз. Рассмотрели итогов разговор. Гостями программы были экс-вице-министр иностранных дел Валерия Сталиб, политические аналитики Виталий Андреевский, Верил Чеботару и журналист Анатолий Голин. До встречи во вторник. Всего доброго.